друзья добрый вечер я смотрю по чату в основном вечер в этих регионах из которых вы нас сегодня смотрите приветствую вас на еще одной части нашего марафона как вести бизнес сейчас напомню что это целый цикл большой мероприятий это уже четвертое получается в этом цикле кстати напишите пожалуйста в чат виделись ли мы с вами уже меня зовут михаил беляев я буду курировать весь марафон и уже начали мы продолжим еще напишите на как на каком событие по счету вы первое второе четвертое чтобы немножко понимать насколько вы уже с нами я пока буду подсматривать в чат что вы пишете да вижу 2 вероника спасибо большое мы немножко поговорим сегодня о теме и немного о регламенте сейчас у нас декабрь и в декабре мы по привычке строим планы на будущее ну или как минимум делаем обзор того что происходило с нами предыдущий период может быть полгода может быть год мы анализируем что мы делали в маркетинге что мы делали в продажах насколько это сработало или не сработало и прикидываем что мы будем делать дальше планирование сейчас конечно дело тяжелое но тем не менее посмотреть на общие тренды обязательно нужно и мы сегодня говорим про тренды в smm как мы это делаем мы в ближайший час с вами в эфире будем об этом разговаривать с экспертом сейчас представим кто будет посвящать нас в тренды 2023 года по smm если вы вдруг не смотрели анонс и не знаете уже но я все равно вам расскажу как мы это будем делать мы будем слушать эксперта и общаться внутри чата с чатом я надеюсь все достаточно понятно сюда можно писать вопросы которые относятся к тематике сегодняшней можно вопросы по битрикс24 с нами сегодня партнеры инва групп crm academy партнеры наши битрикс24 которые с радостью ответят на ваши вопросы по сервису если вдруг они у вас есть тоже можно туда направлять вот сегодня мы с вами так поговорим поотвечаем на эти вопросы послушаем что у нас происходит в smm ну и потом будем ждать следующих мероприятий наших а сами будем делать выводы как же нам с вами теперь быть обещаю представить эксперта и перехожу к этой части с нами сегодня про тренды в smm разговаривает дамир халилов мы очень рады что дамир согласился посвятить нас в это удивительное погружение такое в мир smm дамир приветствую еще раз и выходи к нам пожалуйста дамир руководит smm агентством но вообще дамир эксперт с огромным опытом вот сколько существует по моему smm самого начала дамир отслеживает тренды которые есть и очень активно делится той информацией которая у него всегда в наличии у него информация свежая классная поэтому я без тени сомнения доверяя вас дамир и привет еще раз большой тебе коллеги добрый день так ближайшее время аудитория твоя я тебе сейчас включу слайды и если нужен я буду поблизости совершенно недалеко супер спасибо большое михаил коллеги очень рад всех приветствовать спасибо что нашли время и сегодня мы с мы с вами мы с вами рассмотрим основные тренды которые есть в smm вот собственно в конце 2022 и которые как мы понимаем будет будут актуальны в начале 2023 года вот собственно собственно в конце у нас будет блок вопросов и ответов буду рад ответить на вопросы по нашей теме если процессе и если процессе будут появляться вопросы тоже можно писать какие-то моменты возможно буду делать короткие паузы и отвечать на вопрос хорошо но как бы все мы знаем что 2022 году ощутимо изменился ландшафт в целом социальных сетей в россии то есть с одной стороны какие-то игроки стали ну как минимум менее влиятельными меньше то есть меньше давать эффекта и наоборот появились новые игроки появились новые инструменты новые подходы но и многое многое начать хочу с небольшой статистики то есть существует такое распространенное мнение что возможно после блокировки вот ряда социальных сетей люди в целом как бы меньше станут станут уделять внимание социальных сетях на самом деле это не так то есть на самом деле то есть есть убедительная статистика которая показывает что ситуация совершенно иная а я сейчас покажу ряд слайдов со статистикой медиаскоп медиаскоп это ключевая исследовательская компания россии то есть именно медиаскоп проводится ну то есть считает все медиа когда где-то вы слышите что передачи вырос рейтинг это тоже обычно медиаскоп так вот восемьдесят один процент населения россии старше 12 лет посещают социальные сети телеграм или youtube хотя бы раз в месяц 71 процент населения посещают ежедневно потрясающий показатель и надо сказать что вот последние годы уже нет смысла даже говорить про то что там в какой социальной сети какой портрет аудитории когда мы говорим о таких цифрах то это вся вся какая есть от безработных до банкиров и так далее вот и как видим очень сильно выросла с точки зрения с точки зрения возраста то есть средний возраст значительно вырос тоже все вот эти разговоры что социальные сети это для студентов и тому подобное но мы видим что это не актуально то есть даже 65 65 плюс 30 процентов людей 65 плюс посещают ежедневно вот окей хорошо на что же люди тратят вообще свое время в онлайн топ онлайн активности в этом году вывели следующем образом 20 процентов времени на социальные сети для сравнения год назад этот показатель был 18 процентов далее видео который ну как мы понимаем значит значительной части люди тоже смотрят через социальные сети на третьем месте мессенджер 16 процентов которые на самом деле постепенно все более и более расплывается вот это граница между мобильным мессенджером и социальные сети то есть по определению конечно же телеграм это мобильный мессенджер но по своему функционалу он вполне и социальная сеть здесь есть и профиль и сообщества и лента и все остальное то есть обратите внимание в топ в топ-3 нет корпоративных сайтов нет порталов нет нет интернет магазинов нет то есть нет даже здесь нет даже там wildberries ну и прочих агрегаторов вот все то есть активность она по-прежнему в первую очередь коммуникацию хорошо что по конкретным социальных сетях но во первых две площадки которые получить ну как бы получили больше всего аудитории за за последний год это вконтакте и telegram но telegram мы рассмотрим чуть позже когда будем говорить о мобильных мессенджерах но хочу сказать что мы видим насколько вырос вконтакте с 37 процентов население россии это ежесуточный охват до 43 процентов вот и но мы коснемся еще вконтакте вырос он не только с точки зрения но и по по активности этой аудитории по контенту и по прочим а далее tick tock здесь удивительно при том что tick tock ограничил возможность выкладывать видео собственно из россии а при всем при этом он вообще не упал то есть ну незначительно но даже вырос на один то есть 24 процентов населения до 25 процентов потрясающе конечно устроена площадка что даже в таком ключе она растет одноклассники остались при своих 16 процентов населения было 16 процентов есть но это неплохо для одноклассников поскольку одноклассники вообще принято давно фактически фактически хоронить коллеги давайте все-таки все-таки я все-таки я на вопросы буду отвечать в конце чтобы сейчас вот не раздергивать информацию вот вопрос за миру по статистике множество наших сайтов по источникам показываться преимущественно поисковыми системами будет ли обратный отток социальные сети и если будет когда ждать возвращения трафика из соцсетей нет глобально такого нет глобально по-прежнему социальные сети остаются поставщиками тут нужно смотреть то есть что происходит с вашими социальными сетями какое было распределение то есть на каких площадках основная аудитория была агрегирована может быть она была как раз на тех площадках которые резко упали например трафик из контакте ощутимо вырос плюс была ли таргетированная реклама и так далее в целом нет такой тенденции такой тенденции вот и как видим две две коллеги еще раз просьба давайте все-таки вопросы в конце чтобы чтобы у нас блоки цельность повествовать а вот и как видим две заблокированные социальные сети резко упали по охватом одна в четыре раза друг другая вовсе в семь раз вот значит это пол по аудитории также и по времени которая которая пользователь здесь проводит тоже резко сократилось в контакте в контакте очень сильно вырос вот выросла аудитория ежемесячная аудитория в россии до 7 7 миллионов в мире она перевалила за 100 то есть суммарная аудитория в контакте ежемесячная превысила 100 миллионов вот дневная аудитория в россии 50 миллионов опять таки но это 54 то есть ежемесячный охват это 85 процент всех пользователей интернета все кто заходит в интернет 85 процентов из них заходят во Vkontakte и половина из них больше половины даже заходит заходит ежедневно вот число созданных сообщества увеличилась на 28 процентов и сейчас 1 миллион 900 тысяч сообщества вконтакте важно что увеличилось и количество просмотров ленты на 45 процентов стали стали больше смотреть почему для нас то важно почему мы эту статистику смотрим собственно потому что это говорит о повышении охвата то есть наши публикации видят видят больше есть еще много статистике сегодня вот занялся за час до презентации вконтакте выкатил отчет годовой и несколько удивительных вещей за количество просмотров всех форматов контента за год составила значит выросла на 30 процентов и в сутки сутки составляет 10 миллиардов просмотров сутки охваты здесь конечно действительно действительно огром хорошо но давайте закончим последний слайд рассмотрим со статистикой и перейдем уже к обзору конкретных трендов собственно собственно до этого мы рассматривали медиаскоп сейчас статистика data inside тоже крупная исследовательская компания так вот сейчас если мы берем всю розничную торговлю там включая вот все направления каждый 7 рубль то есть 15 с половиной процентов всего оборота розничной торговли приходится на онлайн если мы от этого убираем продовольствие если мы убираем продукты то получается уже три из десяти рублей тратятся в онлайн то есть люди не перестали покупать какие мы можем сделать выводы и статистики первое а аудитория социальных сетей выросла то есть негативного сценария которые некоторые предсказывали его не произошло второе она сильно перераспределилась по другим площадкам и два главных вектора телеграма вконтакте и третье люди продолжают помимо прочего покупать хорошо но давайте теперь разбираться как с этим работать какие тренды есть непосредственно в онлайн продажах продвижение и так далее первый важный тренд это то что продажи становятся мультиканальными что это означает в данном контексте в данном контексте это значит что поменял ну то есть меняется очень сильно подход к самому процессу продажи через социальные сети традиционно ну много лет считалось что продавать можно только через контент то есть мы публикуем посты мы публикуем stories видео все остальные форматы часть из них носит продающий характер вот люди получают себе в ленты и часть из них совершает какие-то там целевые для нас действия в частности покупки это ну конечно никуда не уходит то есть не знаю хорошая новость но контент по-прежнему нужно публиковать и в разных форматах но но что ощутимо а что ощутимо поменялось это то что теперь таких каналов стало много то есть кроме продаж через контент у нас есть продажи через каталог продажи через автоворонку продажи через интерфейс продажи там кастомизированные продажи ну и прочее прочее вот поэтому давайте сейчас попробуем в этом разобраться то есть мы теперь вся страница она становится продающей то есть и разные категории людей пара с разным форматом принятия решения по-разному могут покупать то есть мы рассмотрим на примере в контакте почему потому что именно в контакте на сегодняшний день это не реклама в контакте если что именно в контакте на сегодняшний день такой максимально продающий такой продающий комбайн на самом деле поскольку ну весь его функционал под это зато очень ну а то есть сразу при входе мы можем показывать там давать кнопку активного действия то есть чтобы у человека всегда в поле зрения был было опять-таки кнопка call to action перехода к активному действию но есть форматы поинтереснее первый такой формат это виджеты то есть ну большой визуальный блок в центре в центре страниц пользователь заход за заходит на страницу это то что он первый вид но помимо прочего мы можем максимально кастомизировать то есть настраивать под конкретного человека эти виджеты с нескольких точек зрения ну во первых мы можем здесь обращаться по имени там добрый день александр специально для вас мы подготовили это то за что всегда глаз человека цепляется второе это уникально вообще для социальных сетей всего мира мы можем то есть в зависимости от того что это за человек можно настраивать сами эти виджеты то есть например приведу пример скажем у нас женский спа заходит женщина видит каталог акции там новинки и так далее а когда заходит мужчина он видит предложение сделай подарок жене там сестре маме и тому подобное то есть мы в зависимости от категории человека настраиваем это происходит ну разумеется это происходит автоматически второй формат то есть когда заходит подписчик и не подписчик они видят разный опять-таки разные виды то есть если зашел человек который нас не подписан нам нужно рассказать кто мы такие наши у т.п наши там какие-то преимущества и Если заходит человек, который на нас подписан, то нам уже не нужно представляться, мы даем ему новинки, акции, то есть мы даем ему комфортные точки входа. И так до бесконечности. Например, у нас сеть пиццерий по 20 городам. Когда пользователь заходит, система считывает с него город и показывает ему сразу же предложение, цены и прочее, адрес именно пиццерии в его городе. То есть не нужно ему что-то выбирать из списка и так далее, мы сразу под него подстраиваемся. И вот это, ну, то есть продажи через кастомизацию, максимально прицельные продажи, это один из важнейших вообще в принципе трендов. Еще один очень мощный формат продаж через разные социальные сети, но опять-таки реализованные лучше всего в ВКонтакте, это мини-приложение. То есть когда в интерфейс самой, самого нашего аккаунта, нашего сообщества мы встраиваем, мы встраиваем, ну, некое интерактивное, некое интерактивное приложение. Соответственно, ну, давайте просто самый простой пример, чтобы было понятно. Например, это страница аккаунт клиники, спа-салона, парикмахерской, ну и так далее, да, соматологии и так далее. То есть где есть специалисты, у них есть услуги, есть запись на прием. Вот, приложение запись на прием, пользователь заходит, может посмотреть конкретных специалистов, посмотреть, какая у каждого есть услуга, сколько она стоит. И далее, поскольку, опять-таки, это интегрировано, например, с Bittrex, интегрировано с CRM, то есть пользователь может посмотреть свободное время и оставить, то есть записаться на это время. Мы в этом случае в CRM получаем, ну, то есть получаем подтверждение и запись пользователя на это время. В чем преимущество, что пользователю не нужно переходить ни на какие внешние сайты, не нужно никуда звонить, а человек, человек в привычной ему среде решает важную для него задачу. Для нас это тоже важная задача, она конверсионная. Вот, и этот тренд, он вообще не новый, что люди не любят уходить из привычной среды. То есть людям некомфортно с ВКонтакте переходить на корпоративный сайт. Опять-таки, то есть если мы посмотрим, на что люди тратят время в онлайне, напомню, на первом месте социальные сети, а сайты не входят даже в топ-15 занятий. Вот, и если можно решать задачу внутри, то конверсий мы получаем всегда больше. Но это стандартное приложение, есть и более сложное. То есть, например, калькулятор ипотеки, калькулятор, например, вы устанавливаете окна, занимаетесь установкой окон, соответственно, калькулятор, там, расчет стоимости окон, да, пользователь выбирает все параметры, ставит метраж и дальше много вариантов. То есть можем просто показать ему цену. Можем показать ему цену при условии, что он подпишется на нашу рассылку. Можем показать ему цену после того, как он оставит, скажем, телефон и поставит галочку согласия на обработку персональных данных. То есть наш менеджер после этого уже может ему позвонить. Вот, и так далее. Много, здесь возможно, много разных опций. И опять-таки, все это в интерфейсе, в интерфейсе самого ВКонтакте, в интерфейсе социальной сети. И к вопросу, ну, а пользуются ли этим люди, пожалуйста. Собственно, за год на 73% больше стало таких приложений, но нам важнее следующее. Ежемесячная аудитория мини-приложений 38 миллионов. То есть это ровно половина от всех пользователей. Ровно половина пользователей работает с мини-приложений, пользуются мини-приложениями. Хорошо, следующий формат – рассылка. Тоже очень интересный формат. Это такая опция внутри, которая есть внутри ВКонтакте, с помощью которой мы можем, то есть пользователь может подписываться на нашу рассылку. В чем смысл? Ну, то есть человек подписался, находясь в сообществе, он подписался отдельно на рассылку. В чем смысл? Теперь мы можем, ну, есть два больших преимущества. То есть мы ему отправляем сообщение, которое приходит ему в личные сообщения. Есть два больших преимущества по сравнению с тем, как если он просто подписался на нашу страницу. Первое – это гораздо больший охват. То есть если человек подписался в нашу группу, ну, вступил в нашу группу или подписался на публичную страницу, средний охват – это 10-15%. То есть там каждый седьмой-десятый только увидит каждый наш пост. Если он подписался на рассылку, охват сообщений в рассылке в данном случае будет в районе 85-90%. То есть почти все будут видеть почти все. Вот. Это первое преимущество. Но есть и второе, которое на самом деле еще более важно. Оно заключается в том, что на основе рассылки мы можем делать автоворот. Не буду забегать вперед, это будет отдельным трендом, я про него расскажу. Но сейчас подчеркну, что это делается тоже на основе рассылки. Сюжеты. Ну, то есть это такой аналог актуального. Подборки историй. Существует мнение, что история – это вот совсем не про ВКонтакте. Нет, нет. Истории здесь работают хорошо. Более того, после массовой миграции во ВКонтакте, ВКонтакте сильно поменяли интерфейс и добавили там полноценную стройку внешних ссылок и тому подобное. Поэтому в целом охваты здесь очень близки к тем, к которым мы привыкли на заблокированных социальных сетях. И, то есть, опять-таки, с помощью сюжетов мы можем создавать дополнительное меню. В статье, такой формат лонг-ридов, тоже есть такое предубеждение, что люди в социальных сетях мало читают, это неправда. То есть, ну, понятно, что клипов, скажем, люди смотрят больше, очевидно, в социальных сетях. Но и формат экспертного, такого серьезного, большого контента, он тоже важен. То есть, есть большая категория людей, которые покупают через экспертность. И формат лонг-ридов во ВКонтакте реализован идеально. То есть, здесь мы можем делать там большое изображение, заголовок, подзаголовки, разбивать по блокам, ставить изображение в центре. Есть свои здесь принципы. Оптимальная продолжительность большой статьи – это 3-6 тысяч знаков. Желательно абзацы не более там 8 строк. Каждые 2 или 3 абзацы, после каждого 2 или 3 абзацев должно быть изображение. То есть, это канон, так читают люди больше. Клипы – это продолжение тренда коротких видео, который начался там с ТикТока и продолжился. Клипы, Reels, YouTube Shorts и так далее. Клипы – очень важный формат контента. И главный сейчас, на самом деле, формат контента. Мы позже о нем еще тоже отдельно поговорим. Но его ключевое преимущество в том, что его смотрят не только и не столько подписчики. То есть, это единственный формат контента, который показывается людям, которые на вас не подписаны, больше, чем людям, которые на вас подписаны. То есть, с помощью клипов. На самом деле, клипы сейчас – это главный формат привлечения новой аудитории. То есть, когда кто-то говорит, как получать аудиторию во ВКонтакте бесплатно, лучший способ делать клипы, которые люди будут досматривать. Ну и, наконец, магазин во ВКонтакте. Это, опять-таки, без преувеличения, как минимум, один из лучших в мире вообще магазинов, интегрированных внутрисоциальной сети. То есть, здесь есть каталог, есть разделы, есть карточка товара с разными фотографиями, описанием ценой. Здесь есть возможность стыковать это с CRM. Здесь есть возможность у пользователя не просто посмотреть, а есть возможность посмотреть, оплатить, заказать доставку, ну и все остальное. То есть, весь цикл продажи фактически может быть реализован через этот магазин. И в отличие от заблокированной сети, где формат шоппинга всегда был очень таким ограниченным, например, нельзя было использовать его для услуг, здесь есть, ну то есть, прям формат раздела, который называется услуги. То есть, если у вас услуги, то у вас раздел будет называться услуги. Ну и в товарах, соответственно, аналогично. Вот, в результате, в результате это действительно полноценный интернет-магазин внутри социальной сети. Ну, как видим, огромное количество возможностей, огромное количество форматов здесь представлено. И, то есть, мы взаимодействуем фактически с аудиторией самых разных сторон. Ну, когда я говорил про рассылку, я упомянул про такое явление, как автоворот. И давайте немножко остановимся на нем, то есть, остановимся на нем чуть подробнее. Значит, что это такое? Что такое автоворонка и почему это тренд и где его используют? Автоворонка – это, ну, условный там скрипт, условное там программное решение, которое подстраивается под конкретного человека. Которое позволяет искать, который само ищет, точнее, каждому человеку свою, ну, как бы свой ключ. Ну, в абстракции такие вещи всегда не очень понятны, поэтому давайте немножко по конкретным примерам. Вот. Собственно, собственно, значит, как это выглядит? То есть, пользователь подписывается на нашу рассылку. Например, ну, частый формат, когда мы даем, что-то за это даем. То есть, например, чтобы получить нашу электронную книгу, подборку видео мастер-классов, доступ, не знаю, на закрытый тест-драйв, на закрытый вебинар и тому подобное, человек должен подписаться на нашу рассылку во ВКонтакте. Автоворонка хорошо работает сейчас во ВКонтакте и в Телеграме на двух лачах. Вот. После этого мы начинаем присылать ему серию сообщений. Вот. Эти сообщения, они, ну, они, как правило, познавательные, то есть, ну, дающие пользу. То есть, мы показываем, даем какие-то мастер-классы, даем какую-то важную для человека информацию и тому подобное. И в результате, и в результате, в какой-нибудь там четвертом сообщении мы даем первый оффер. Оффер на что-то небольшое. Либо наш продукт с маленьким чеком, либо вообще бесплатный продукт. То есть, ну, например, если это стоматология, это может быть там какая-нибудь дешевая услуга, типа чистки зубов, и может быть вообще бесплатная диагностика стоматолога. Вот. И дальше система видит, воспользовался человек, как бы, предложением или нет. То есть, видит не просто, перешел он по ссылке или нет, она видит, что он делает на сайте. То есть, опять-таки, воспользовался ли нашим предложением. Если человек воспользовался, система теперь знает, отмечает для себя, что человеку интересно вот это. То есть, людей, которые перешли и воспользовались, переносим в отдельный сегмент. И в дальнейшем, когда у нас будет, то есть, мы продолжим сейчас писать какие-то полезные письма, а потом продолжим, то есть, сделаем еще какой-то уже более серьезный, более масштабный оффер по вот этому, ну, по этому направлению. И наоборот. То есть, если человек проигнорировал, система понимает, что человеку, наверное, не очень интересно. Помещает его в другой сегмент. Снова продолжает писать ему полезные письма. И через какое-то время попробует зайти с другой стороны. Может быть, с бесплатной консультацией, а может быть, вообще с другим продуктом. И тому подобное. И постепенно, основываясь на очень многих вещах, то есть, например, как, ну, то есть, скажем, вы анонсировали какой-то продукт у себя на странице, им можно в отдельный сегмент добавить людей, которые лайкнули этот продукт. То есть, предположить, что им интересно. Автоворонка это видит, делает для себя отметку и в дальнейшем предложит этот продукт. И так далее. Вот так работает формат автоворонки. И с помощью, соответственно, этой системы мы можем находить, вот опять-таки, ключ, в хорошем смысле слова, к каждому, фактически каждому человеку. Далее. Приветственное сообщение. Ну, также есть это реализовано во ВКонтакте. То есть, мы можем людям, которые начали какую-то с нами коммуникацию, первое сообщение присылать стандартное. То есть, например, добрый день, спасибо за ваш интерес, вот наш каталог, вот наш, ну, и так далее, да, вот наше приложение и тому подобное. Далее. Важный тренд это новые форматы продвижения в мессендерах. Ну, начнем, так, давайте покажу сначала статистику, потом вернемся. Начнем с того, что очень сильно вырос сам телеграм. Ну, здесь вот статистика, опять медиаскоп, значит, время потребления телеграм среди всего населения. Ну, немножко странная идея, но, в общем, здесь сколько люди тратили время на телеграм, то есть, разделенное на все население, неважно, пользователь или нет, и сколько тратят сейчас. В среднем, в среднем, то есть, до, ну, то есть, год назад было это в районе четырех минут на человека, а сейчас это, сейчас это, там, в районе тринадцати минут, то есть, три раза больше стали люди проводить в телеграм. Вот, дальше, по сравнению с ватсапом, телеграм растет, конечно, очень динамично. И, ну, все мы знаем, что ватсап довольно-таки статичный мессенджер, довольно, местами даже, ну, там, не побоюсь слова, местами его, иначе как архаичным, вообще не назовешь. Вот, и с этой точки зрения, конечно же, у телеграма есть все шансы с ним сравняться. Вот здесь мы видим, с одной стороны, как растет зеленая телеграм, белая ватсап, как растет телеграм с точки зрения аудитории. На первом графике мы видим, что намного быстрее. На втором по времени, которое проводит сам, ну, которое проводит каждый пользователь в телеграм. Обратите внимание, то есть, если, там, по количеству общему, то ватсап выше. Если мы считаем только пользователей, сколько средний пользователь проводит в телеграм и ватсап, в телеграме человек проводит больше времени, почти сорок минут в день, по сравнению с ватсапом. Почему для нас это важно? Потому что WhatsApp традиционно с точки зрения маркетинговых возможностей очень слабая сеть. Ну не сеть, а мессенджер. Очень слабый и он подходит в основном для работы с уже существующей аудиторией. То есть для того, чтобы общаться с клиентами нашего фитнес-клуба, он подходит. Чтобы привлечь новых, вообще никак. И телеграмм наоборот. То есть система каналов это то, что позволяет очень активно продвигаться. Вот. И в этом году телеграмм-каналы, ну за счет, конечно, там и новостных каналов и так далее, стали одним из главных вообще форматов СМИ. И очень резко выросли. Обратите внимание, 34% от всего времени использования телеграмм приходится на телеграмм-каналы. То есть человек общается там с друзьями, коллегами, у него есть рабочие чаты, не знаю, родители и так далее. Да, там чат дома и тому подобное. И при всем при этом все равно треть времени уходит на телеграмм-канал. Интересно, что здесь почти прямая зависимость. Чем старше человек, тем больше он еще и обращает внимание на, соответственно, канал. Далее. Реклама в телеграмм. Ну, появилась она еще в конце предыдущего, прошлого года. Но долгое время, долгое время она была недоступна почти ни для кого. То есть долгое время минимальный платеж, с которого можно было начинать использование телеграмм-рекламы, был 2 миллиона евро. И при этом за год надо было потратить 10 миллионов евро. Ну, понятно, что как бы особо всерьез, и сами, представьте, телеграмм не воспринимали, что кто-то возьмет из карты, оплатит свою компанию на эти суммы. Нет. Ну, то есть это просто там бета-тестирование делается для того, чтобы были реселлеры, которые будут перепродавать. Такие реселлеры есть, в частности, там, сервис Елама позволяет настраивать сейчас без таких высоких лимитов. Сама реклама очень интересная. Ну, много про нее можно говорить. Есть два интересных, ну, давайте три интересных свойства, необычные даже свойства, я бы сказал, которые есть у этой рекламы. Первое, что, при том, что она считается таргетированной рекламой, таргетинга здесь фактически нет. Значит, таргетироваться мы можем не по аудитории, то есть мы не можем, как обычно, там, жители такого-то города, из такого-то возраста и так далее. Но зато мы можем таргетироваться по конкретным каналам. То есть мы можем как выбирать, ну, тематику, да, каналы, посвященные моде на таком-то языке, на русском, например. И также мы можем выбирать конкретные каналы. То есть мы, по факту, можем поставить здесь свою рекламу на канале конкурента, и он ничего с этим сделать не сможет. То есть, ну, там, единственный способ сделать канал закрытым, но это связано с таким количеством ограничений, то есть канал не будет искаться и так далее, что, ну, никто это никогда, на самом деле, этим не занимается. Вот, значит, и поэтому, ну, это очень интересная такая возможность. Вторая особенность – это такой нативный формат, то есть само по себе объявление, оно выглядит очень похоже на запись, на обычную запись Telegram. Вот, и третье – это, третье – это, собственно, то, что мы не можем ввести на сайт. С этой рекламой мы можем ввести только в Telegram канал. Ну, если быть более точным, три формата. Либо Telegram канал, либо запись в этом Telegram канале, либо чат-бот. Ну, там, не буду сейчас сдаваться, тоже, тоже формат, ну, фактически формат автоворотки. Вот, и, конечно, сейчас большое преимущество этой рекламы состоит в том, что она, ну, скажем так, еще не заезженная. То есть она дает сейчас очень хорошие, хорошие показатели. Ну, я мельком видел, кто-то спрашивал, какие возможности есть под движением в Telegram и ВКонтакте. По ВКонтакте из бесплатных инструментов – это продвижение через клипы и работа с алгоритмом. То есть, ну, подстройка своего контента под требования алгоритма. Из платных – таргетированная реклама и реклама в пабликах. У Telegram из бесплатных – естественный прирост. То есть из всех аккаунтов, из всех, точнее, площадок именно Telegram каналы быстрее всего растут сами. Ну, за счет того, что человек рассылает, человек кому-то скидывает и тому подобное. Вот, и в то же время, в то же время есть формат взаимного пиара. То есть, когда вы с кем-то договоритесь, обмениваетесь анонсами кругового продвижения, когда вы с других своих площадок ведете сюда аудиторию. И два платных инструмента – реклама в других каналах. И таргетированная реклама. Вот, в целом, ну, в целом такие возможности. Так, хорошо. Следующий тренд, о котором я хочу сказать – это сторителлинг. Ну, сторителлинг, классически под ним подразумевается искусство рассказывать… Да, только сегодня на рекламу в телеге жаловалась коллега-психолог. Ее постам автоматом прикручивают рекламу психологических агрегаторов. Получается, что можно и в обратку так сделать, если у них свой канал есть. Да, да, можно сделать то же самое. Вот, значит, ну, в целом, в целом, конечно, ну, правда, интересно, во что это выльется, потому что будут ли они это менять, да, то есть на других площадках так вот, на контенте, то есть на подписчиков конкурента, да, а на контенте конкурента, ну, нельзя, нет возможности ставить. Сторителлинг, ну, классически это искусство рассказывать истории, но все чаще подразумевается под сторителлингом все-таки другой формат, формат такого, ну, использования техник, писательских, сценарных, в важном деле удержания внимания аудитории. Нужно сказать, что алгоритмы всех социальных сетей, вот я говорил про алгоритм ВКонтакте, алгоритм ВКонтакте, ТикТока, ну, любая площадка, которую вы сейчас вспомните, кроме Телеграм, там нет умной ленты, там нет алгоритма, то есть там просто пользователь видит все. Коллеги, еще раз повторю, еще раз повторю, вопросы в конце, какие варианты подойдут для машиностроения и подойдут ли, ну, соответственно, все. То есть тут смысл какой? Нет никаких вариантов. Продвижение, оно всегда строится по одному алгоритму. То есть вы прорабатываете аватар аудитории, просто в вашем случае это будет очень определенный аватар аудитории. Ну, то есть вам виднее, кто эти люди, да, кто клиент вот машиностроительной компании. Вы на основе этого аватара смотрите, на каких площадках эта аудитория есть, если коротко, она есть почти везде. Ну, то есть нет смысла продвигаться, например, в ТикТоке, но как минимум ВКонтакте, Телеграм, Ютуб в вашем случае точно подойдут. Ну, машиностроение тоже такое очень обширное, это что, розничное, оптовое, промышленное и тому подобное. То есть, ну, в каких-то случаях LinkedIn, значит, и Танчат, ну, опять-таки, если это B2B продажа. Вот, ну, это работает так, то есть разница в том, что там контент-стратегию в дальнейшем вы будете подбирать под свой аватар аудитории, площадки вы подбираете под этот аватар аудитории, а вариант, он один, то есть альтернативного никакого здесь нет. Если существует, ну, какая-то понятная, хотя бы в несколько тысяч целевая аудитория, то есть, ну, есть понятный портрет, что, ну, предприниматели таких-то сфер, там, не знаю, руководители таких-то компаний, менеджеры по закупкам вот таких-то компаний, то, соответственно, смотри пункт один. Вот, так вот, алгоритмы всех социальных сетей, без исключения, построены сейчас на, ну, здесь их перечислено шесть, но на самом деле два самых важных. Это досматриваемость и активность. То есть, главный секрет к успеху любого контента делать так, чтобы человек его дочитывал, ну, а если это видео, и в том числе короткие видео, чтобы он его досматривал. Вот, и для этого, ну, и второе активность, да, чтобы еще человек и проявлял активность, ставил лайки, комментарии и так далее. И для этого как раз и работают методы стори-телинга. То есть, есть много таких методик, это и клиффхенгеры, и твисты, и, ну, многое-многое другое. То есть, есть метод скользкая горка, когда вы выстраиваете текст, ну, например, текст поста или сценарий вашего, там, короткого видеоклипов, например, или серию историй, таким образом, чтобы каждое, каждое, там, предложение или каждая история передавала эстафету следующему. То есть, метод скользкой горки заключается в том, что, звучит следующим образом, главная задача первого предложения сделать так, чтобы человек прочитал второе. Главная задача второго сделать так, чтобы человек прочитал третье. При этом, разумеется, ну, параллельно еще и передавая нужную нам информацию. Ну, вот здесь пост про новый закон, и если начать свой пост фразой «С 1 сентября вступил в силу федеральный закон, номер 347 ПЗ о внесении изменений в федеральный закон», мы отсекаем, вот на этом этапе мы отсекаем 80%. Поэтому мы начинаем с интриги, потом мы, там, передаем информацию о чем будет, там, потом небольшой юмористический блок, потом блок вот этой, ну, конкретики, и только в восьмом абзаце этого поста мы начинаем продавать. То есть, почему? Для того, чтобы человек к этому моменту уже пришел разогретый, понимающий, о чем идет речь, понимающий, зачем ему это, ну, и многое-многое другое. Вот, поэтому сторителлинг, ну, важная, неотъемлемая часть любого контента. Далее, главный формат контента, безусловно, безусловно, это не какая-то фигуральная, ну, не фигуральный какой-то оборот, это короткие видео. Вот, опять-таки, ТикТок, Рилшорс, клипы ВКонтакте. Вот. Сейчас сюда вернемся. Вот, немного статистики. Ну, давайте так, здесь за третий квартал, опять-таки, за час вот до вебинара вышел отчет, свежий отчет, свежий отчет, прошу прощения, ВКонтакте за весь год, включая четвертый квартал. В четвертом квартале еще увеличился этот показатель. Значит, сейчас, сейчас цифры следующие. То есть, да, 1 миллиард 160 миллионов просмотров видео в сутки, из них 750 миллионов ежедневно это просмотры клипов. Вот. То есть, это потрясающий показатель. В сутки 750 миллионов смотрят вот короткий формат, только во ВКонтакте. Вот. И при том, что, ну, ВКонтакте же всегда был видеоориентированной социальной сетью. Даже при этом, большая часть, две трети почти, ну, там, сколько получается, 35, нет, в районе 65-70% просмотров от всего видеоконтента это клипы. Вот. Значит, намного больше стало людей, которые выкладывают клипы за... Сейчас, секунду, тоже исследования подсматриваю. За 2000... Ну, то есть, за год клипы... Да, 20 миллионов клипов было опубликовано. То есть, люди их массово тоже делают. А клипы могут и должны быть продающими. То есть, формат, что это что-то развлекательное, это что-то там с танцами и так далее. Ну, он тоже есть, он никуда не делся, и такой формат тоже есть и будет. Но, в целом, для бизнеса есть несколько понятных, распространенных, пользующихся интересом форматов. То есть, первое, это мини-мастер-класс. То есть, когда за минуту мы даем максимум практики. То есть, мы помогаем человеку решить ту или иную задачу. Там, как нанести макияж, как выбрать квартиру и тому подобное. То есть, по вашей теме. Вот. Второе, непосредственно продуктовый. То есть, ну, вот, универмаг цветной. Здесь почти по миллиону просмотров. Просто у хорошо интересно оформленных, подобранных продуктовых подборков. Вот. Это, ну, и могут быть, конечно, там, вот разные рецепты, идеи использования и тому подобное на основе клип. Вот. За счет чего формируется успех или неуспех клипов, ну, и прочих коротких видео? Ключевое досматриваемость. Вот то, что я показывал в алгоритме. В случае с клипами, ну, и, опять-таки, другими форматами коротких видео, это даже не самое важное, это единственное, фактически. Вот. А как обеспечить досматриваемость? Ну, помимо того, что должен быть, там, полезный, насыщенный, динамичный контент, это еще музыка, динамичная речь, нарезка. Вот очень важно. То есть, когда вы записываете минутное видео, ну, то есть, желательно, чтобы оно было записано не в формате, вот, поставили минуту, наговорили, остановили, выложили, да, а, скажем, там, пятью-шестью кусками. То есть, например, в первом вы стоите и говорите, что «Привет, сейчас я расскажу о том, как никогда не быть обманутым при покупке квартиры». Дальше вы сидите, второе, и там. Шаг первый. Так-то так, да. Ну, и так далее. То есть, таких шесть, и потом, когда это смонтировано, это дает сильную динамику, и это, ну, выглядит очень, как бы, тик-токно, да, как правильно сказать. И это в итоге тоже увеличивает, ощутимо увеличивает, собственно, досматриваемость. Ну, и еще один формат – это игровые ролики, но, опять-таки, нас, ну, как бы, имеющий под собой промо-формат. То есть, например, ну, один из самых частых форматов подобных – это диалоги с клиентами, то есть, опять-таки, клиент и… клиент и… диалог клиента, прошу прощения. И, скажем, ну, то есть, ваш, то есть, типичный клиент-стоматолог, да, и диалог. Одно из направлений моей деятельности – это маркетинг поколений, бумеры, зумеры, миллениалы. И, ну, то есть, когда ты пишешь пост, например, «Особенности шопинга у зумеров». Ну, это интересно, но постольку-посколько. Вот. То есть, прочитай только заинтересованное. При этом у меня в тик-токе, в российском тик-токе у меня 131 тысяча, и еще я веду на испанском тик-ток, там у меня 13 тысяч подписчиков. Так вот, в тик-токе самая популярная серия видео у меня как раз «Бумеры, зумеры и миллениалы». То есть, их, ну, их, опять-таки, короткие ролики, где они, там, обсуждают какие-то ситуации. 15 таких видео набрало 10 миллионов просмотров, дало мне 40 тысяч новой аудитории и огромное количество обращений на консалтинг, на аудиты, на… ну, и так далее, вот тут по маркетингу поколений. Вот, и последний тренд, про который хочу сказать, и после этого перейдем к ответам на… о котором хочу сказать, после этого перейдем к ответам на вопросы, это то, что активно растут новые социальные сети. Ну, как в старой поговорке говорится, святое место пусто не бывает, и действительно на смену заблокированным сетям приходят новые. Есть три площадки, на которые я рекомендую обратить внимание сейчас. То есть, почему обратить? Потому что всегда есть какие-то платформы, у которых вот прямо сейчас, конкретно сейчас, золотой век. Золотой век, я подразумеваю… ну, золотая эпоха, золотая эра, точнее. Подразумевается, что они уже набрали, скажем, миллион аудиторий, то есть уже показали свою состоятельность, но при этом еще в процессе развития. И в такие моменты у них всегда много бесплатных охватов, намного ниже конкуренция. Самое время в такие моменты забить за собой вот конкретную нишу, конкретную тему. И первая такая социальная сеть, у которой сейчас как раз такая эпоха, это Тенчат. Тенчат – это русскоязычная деловая социальная сеть, собственно, у которой уже больше миллиона аудитории активной, и здесь действительно большие охваты. То есть если вы публикуете интересный для B2B аудитории пост, то он показывается огромному количеству людей. И то есть это дает подписчиков, это дает охваты и прочее. Вот. Здесь мощная рекомендательная система, то есть вы указываете… Вы указываете изначально тематики, по которым вы пишете, и на основе их и вашего контента они и посты, и вы лично рекомендуетесь людям, которым вы можете быть интересны. И это не первая попытка сделать в России деловую социальную сеть. У нас были и мой круг, и профессионалы, но как-то с ними до сих пор не складывалось. У Тенчат есть все возможности для действительно такого ощутимого прорыва. Помимо прочего, здесь есть интересный разный функционал, типа бизнес тендера, система как бы подбирает для вас потенциальных партнеров, клиентов, сотрудников и так далее. Есть сервисы, отслеживание тендеров, госзакупки, каталог компании и тому подобное. Вот, здесь имеет смысл, опять-таки, сейчас заводить активность, если у вас есть, ну, одна из трех задач. Либо B2B-продажи, либо внутрицеховая известность, то есть известность среди других игроков рынка. Значит, либо третья – это рекрутинг. Тенчат для ПК открыли? Да, как раз вот на днях они запустили возможность сидеть с ПК, потому что, ну, без этого, конечно, этого сильно не хватало. И еще две сети, которые, на самом деле, друг на друга довольно-таки похожи – это Япи и Натсон. Обе они построены, ну, как такой аналог ТикТока. Вот, значит, функционал сильно похож на ТикТок. Япи, в частности, он держит Газпром-медиа. Вот, и преимущество, что это как ТикТок 4 года назад, когда весь трафик там был бесплатный. Япи перевалил уже за 6 миллионов аудиторий. И Натсон, ну, здесь есть свои особенности, там есть формат челленджей, но это большие особенности для пользователей. Нам интересно, с точки зрения все-таки вот, ну, с точки зрения контент-мейкеров, да, людей, которые используют для, которые используют его для продвижения. И там, и там тоже много бесплатных охватов. Вот, ну, в завершении хочу сказать вещь, которая для вас, наверное, близка и понятна, помимо прочего, что важно, конечно же, весь инструментарий оценивать там не только и не столько с какой-то субъективной эмоциональной точки зрения, а с помощью конкретных показателей. В частности, ROI и ROI, да, расчет возврата инвестиций. И, в частности, для этого очень хорошо подходит сквозная аналитика, в том числе, в том числе, собственно, сквозная аналитика BITREX24 позволяет оценивать вот эффективность или неэффективность каждого канала коммуникации. Вот, ну, что же, вот то, что я хотел, то, что я хотел рассказать сегодня. Вот такие тренды на сегодняшний день актуальны. И сейчас буду рад ответить на ваши вопросы. Так, отлично, друзья, вопросы в чат. Значит, с ними более-менее понятно. Я попробую позачитывать, чтобы мы динамично бы отвечали. Про TenChat. Это B2B или там есть B2C-сегмент? Ну, как бы там есть люди, поэтому, разумеется, там и B2C тоже может быть представлен. Просто, ну, как в любой деловой социальной сети, нужно, ну, как бы выбирать, да. То есть, продавать футболки не очень актуально. Там, по-моему, был вопрос про психолога. Да, это, ну, психолог и вообще эксперты – это хорошая ниша. У нас вообще есть группа вопросов такая, подходит ли моему бизнесу, и там дальше нужно подставить нужное. Машиностроение, психологи, что-нибудь. Методы продвижения. Вот как к этому вопросу подойти так, абстрактно? Я, там, какой-то бизнес, что мне выбрать? Смотрите, если мы говорим про то, что 81% населения России в социальных сетях, то мы можем абсолютно точно сказать, что это все. Все сегменты, все люди, и какие могут быть, и так далее. Соответственно, СММ сейчас, ну, вообще работа социальными сетями – это максимально универсальный инструмент, потому что, то есть, вот машиностроение, ну, ну, то есть, кто целевая аудитория? Какие-то там закупщики, да, снабженцы и тому подобное, они точно есть в социальных сетях. То есть, нужно просто проработать их аватар, понять, как задача, проблемы, опасения, возражения, и по ним строить контент-план. Вот в продолжении темы прям вопрос. Частный детский сад, насколько актуальна Телеграм? Я чуть разошью вопрос подальше. У нас есть несколько социальных сетей, мы поговорили. Есть контакт, который сочетает огромное количество методов, и большущая аудитория обладает. Есть Телеграм с ограниченными возможностями рекламными, там есть вот прям по пальцам инструменты, ты их перечислял. Как правильно прийти? Вот, например, я там, частный детский сад, вот прям такой вопрос. В Телеграм что мне делать? Это вообще подходит инструмент или нет? Делать контент, идти в рекламу, как себя вести? Делать контент, идти в рекламу? Нет, ну, смотрите, здесь вот, ну, нужно ли идти в Телеграм? Однозначно, да. То есть, другой вопрос, что в любой непонятной ситуации, начиная с ВКонтакте, вот, когда вы уже почувствуете ВКонтакте, где-то потолок уже не так далеко, можно расширяться. Ну, а можно и сразу, конечно же. Но, как бы, первые шаги все равно обычно там, сейчас именно там дает, ну, ВКонтакте дает максимально быстрый эффект. С точки зрения рекламы и контента, здесь всегда эта вечная развилка, она простая. Быстро с вложениями, медленно без вложений. Вот так нужно выбирать принцип. Ну, разумеется, как и всегда, желательно и то, и то. Если есть ресурс на то, чтобы генерировать хороший контент, то можно идти в долгую. Если есть средства для того, чтобы купить что-то, то нужно идти в быструю. Хорошо, логично. Про средства был в самом начале вопрос. Можно ли сейчас бесплатно получить аудиторию, получить клиентов? Или это все-таки бюджет? И какой это может быть бюджет? Можно. Можно, значит, тут, как всегда. То есть, мы чем-нибудь должны расплачиваться. Если не деньгами, то, но вот таким большим, пристальным, серьезной, как бы, аналитической работой над нашими клипами. То есть, вот клипы, это главный сейчас такой, такая штука, которая ведет подписчиков, но нужно делать клипы, которые ваша аудитория будет досматривать. И здесь, кроме как, кроме как тестировать огромное количество всего, ну, по-другому не сделать. То есть, если вы сможете делать три клипа в день, то через два месяца вы точно найдете это золотое сечение и сможете грести, что называется, аудиторию. Это, кстати, не так сложно. Я обычно записываю в районе ста тиктоков-клипов где-то за семь часов. Ну, тут опыт сказывается, нужно признаться честно, что это потому, что большой опыт за спиной уже. Там есть свои лайфхаки, например, можно это делать в виде интервью, потом резать на куски. Можно ли человеку, который, собственник бизнеса, например, принимает решение, я хочу идти в эту рекламу, можно ли идти без помощи самостоятельно, если там понимания особенного, что такое рекламные возможности разных кабинетов нет? Можно, можно. Ну, как везде и всегда. Важно просто идти тогда осмысленно. То есть, обучаться и так далее. Потому что, как бы, ну, совсем не та штука, где по наитию хочется, да, разбрасываться деньгами. Скорее всего, приведет к сгоревшим бюджетам. В целом можно, то есть, если выделить на это время и серьезно и системно подойти к обучению, то да. Ну, вот как раз завершиться хотелось бы вопросом про обучение. Сейчас, кстати, декабрь, а потом январские каникулы. Некоторые, я прям знаю, что январские каникулы планируют на прокачку своих навыков и на обучение. Ты учишь. Вот что из тех курсов на старте можно посоветовать сейчас для бизнесов, которые хотят активно заниматься соцсетями? Ну, в частности, ключевой наш, ключевой наш онлайн-курс, он стартует как раз в середине декабря. Это SMM-профессионал новой эпохи. Как вот в эпоху, которую мы называем SMM-постапокалипсис, да, когда все поменялось, как быть, ну, то есть, как работать со всеми основными инструментами, прорабатывать контент-стратегию, продвигаться, привлекать аудиторию и так далее. Ну, соответственно, информация есть у меня в социальных сетях. Отлично, друзья, тогда в завершение немножко мы поотвечали на вопросы, кажется. Есть вопросы про запись. Будет запись, мы отдадим. Следите за почтой, на которой вы регистрировались. Тут никаких секретов нет. У Дамира открытые соцсети. Можно добавляться, смотреть и курсы. Ну, тоже рекомендуем для того, чтобы погрузиться и не тратить деньги, если вы недостаточный фокус приложили еще к этому в прошедшие периоды. Как всегда, считайте, вот отличная рекомендация была в сторону того, что не просто делайте контент, считайте, насколько приносит он вам прибыль. Это там формулы, которые были на предыдущих слайдах, Рои и Роми. Соотносите все-таки с бизнес-целями этого. Огромное спасибо, Дамир, за такой обзор большой предыдущих, ну, 12-11 месяцев. Будем надеяться, что планы можно построить, основываясь на этом, и большого апокалипсиса в дальнейшем не случится. Но в любом случае, строить их сейчас нужно, и на основе этих данных, правда, можно запланировать себе то, что вы будете делать в ближайшие несколько месяцев, как минимум. Спасибо огромное. Спасибо, Михаил, спасибо, коллеги. Всего доброго. Друзья, счастливо. Друзья, счастливо.